Клево всем друзья! Сегодня на рыбалке. Хочу часов до 11-12 посидеть на Кубани с фидером, половить рыбца, густеру, может усач будет попадаться, но хочу использовать наживку поденку, вернее метельника, личинку поденки. Но для начала ее нужно накопать. Приехали на водоем, тоже на реку Кубань, сначала чтобы ее покопать. Если накопаю, то наживка будет и отлично, надеюсь, половим. Погнали друзья! Во, первое. Добыча животных. Да-да-да, их ковыряться надо. Ну, что прикольно есть, да. Вроде повеселее. Не, а сколько лет тут живет в этой херне? Еще два года влетать. Два года? Что личинка капусянки наказать, сколько? 5 или 6 лет? Тут надо, знаешь, что? Труб нарезать, короче, сейчас накидать. Вот такие динозаврики. Там уже, короче, соты будут. Внутри он там расплодится. Ну вот, Трошкина мыли. Тут какие-то сотни, 100-150 штук на рыбалку должно хватить. Ребят, я на месте. Добрался тут. Не очень хорошая дорога. Вот такой берег. Глина с песком. Проваливайся, грязно. Тут буду сидеть. Это река Кубань, высшее водохранилище. Сейчас сделаю замес при кормочке, потом буду расставляться уточку. Погнали. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Работать буду будилищем Hi-Pro Zemex 12 футов 80 грамм. Этого будилища мне более чем достаточно. Для этого места кормушка буду работать 60 грамм. И поэтому с головой заброс недалеко. Рыбалка примерно на 20 оборотов катушки. И тут этого хватает. По прикормке все очень просто. Пачка леща черного. И пачка конопли. Ммм, какой веселый запах. Чувствуется жирная конопля. Чувствуется запах масла. Тут все просто. Вот эту вот припормку. И чуть-чуть добавлю потом еще в нее порезанной кукурузки, чтобы была чуть-чуть клубная фракция. Потому что ничего другого не брал. У нас кукурузы порежем и добавлю. Все. Ничего особенного. Все очень просто. Как говорится, элементарная простынь. Так. Первый этап. Водички добавил. И сейчас буду готовить мясо точкой воли и уже в конце добавлю нужного количества воды. Порежу немного кукурузки, чтобы была хоть какая-то крупная фракция. Прикормку и перемешиваем. Перемешать хорошо. Прикормку воды уже добавил. Все нормально. Ну, сейчас еще пока постоять чуть-чуть. Я в этом месте был неделю назад. Вот так половил платву в огромном количестве. Можете перейти по ссылке посмотреть. Просто платва стояла огромной толпой. Багрилась. Просто в огромном количестве отловился. Поэтому глубина у меня уже отбита. Точка отбита. Я сидел 50 метров левее. Ну, здесь одно и то же участок. Здесь прибрежная яма. Она под берегом. Лубина 6,5 метра. И вот в ней я и буду ловить. Все. Кормушка стоит без напрягов. Делаю закорм. Сейчас положу 4 кормушки и начну ловить в темпе. Вот такая шестиклеточная кормушка весом 60 грамм. Так как ловить воду ночью, надо сразу запомнить четкий ориентир, куда кидать, чтобы не потерять его. Вот, наверное, самая высокая точка по деревьям. И будет у меня ориентир. Его будет легче всего на фоне видеть. Условия спартанские. Очень неудобно. Грязь. Ну, ничего. Сейчас потный. Чуть-чуть остыну и буду куртку одевать. Вчера были заморозки. Сильный запах конопли у прикормки. Все. По минимуму просто ехал. С работы сорвался. С ребятами договорился копать метеликов. Потом на рыбалку. Надеюсь, тут у меня зацепов не будет. Потому что тут места такие интересные. В одних местах нормально сидишь, а в других, говорят, зацеп на зацепе. Ладно, хорош. Две кормушки положил, хорош. Темнеет. Если рыба есть, придет. Значит, метелик довольно крупная насадка. Поэтому и крючки должны быть соответственны. Навязал я больших крючков. И говорят, это маленькие. Так. Значит, поставлю сейчас. Вот такой крючок. Гамакацию 1050. Восьмого номера. Такой вот. Тут ребята ловят четверками. Но у этой серии Гамакацию есть одна. Такой плюсик. Он больше обычных крючков. Если сравнить с другим восьмым номером, он будет больше казаться. И он действительно больше. Поэтому он где-то как шестерка. Ну что. Одеваю первого метелика. Такая вот. У нее твердая часть панцирь. И остальное тело очень-очень мягенькое. Через панцирь. И вот так. Раз. Все. Одел. Начал остывать. И чувствуется свежо. Сейчас градусов 5 на улице. 6. Ну, друзья. Первый пошел. Надеюсь, рыбка будет. Так хочется. Классно. Ветра нету. Полный стиль. Вообще огонь. Если бы ветер был, был бы уже такой дубняк. Оп. Что-то цепануло леску. Опа. Оп. Что-то есть. Что-то шевелит. Так. Понимаю, что в зацеп. Что-то такое. Я не пойму. Ага. Первый улов. Хе-хе-хе-хе. Вот так вот веточка. Первый улов. Монтаж у меня инлайн. С фидергамом. Как я ее вяжу, можно перейти посмотреть по ссылке. Сам вяжу. Ловлю только на свои монтажи. Опа. будет. Мещу сейчас левее. Чуть-чуть. Мне зацеп не нужен. Чуть-чуть влево возьму. Так. Ни у меня, ни у ребят. Мы не поймали одного небольшого рыбчика и все. Ого. Оп. Давай-давай-давай. Прям в руку поклевку чувствую. Держу. Наверное, стоял маленький крючок. Уже прыба сидела. Ну, мы ж не мелочимся. Так. Мелкая рыба на точке есть. Ну, я ж не за мелкой приехал. Мелкую я могу днем половить, друзья. Пока. Щипет без остановки. Дюб-дюб-дюб-дюб. Так. Цепов пока не было. Сместился и стало лучше. Склевали-склевали. Долбила-долбила-долбила-дюб-дюб-дюб издюбала. Раз долбить начинает. То есть рыба там мелкая валом. Пробовать небольшой крючок поставить. И кто это? Кустерка, наверное. Некрупная. На кивертип можно не смотреть. Похлевкой рукой чувствую. Как в детстве, когда на палец ловили на закидушки. Что-то есть. Как будто что-то есть. Или кажется. Да? Да. Есть рыбка, ребят. Густера. Хорошенькая. Хорошенькая. Такая не супер-пупер. Но вот это вот она там и долбит. На поклевочку было похоже что-то повеселее. Что-то по упористей, друзья. Оп-оп-оп. Есть какая-то рыбка такая. Давит, давит, давит. Парой за рта. Кто там? Кто там? Кто там? Кто это? Кто это? Кто это? Рыбец, друзья. Он, он долгожданный мой рыбец. Ха-ха-ха. Вот это рыбчина. Нифига себе. Смотрите. Рот. Такой грамм на 400, красавчик. Есть. Вот за ним я, ребята, сюда приехал. И копал животных этих. За ним я сижу здесь в грязи по уши. За ним. Насаживаем. Захар. И еще. За ним я сижу. И его детский. Я так за ним делаю. Захар. не крупная густеру забагрил бывает на не в рот в рот густера неплохая хорошая какая она вкусно какая она жирная не знаю как ребят других регионах напишите в ваших регионах как а вот в краснодарском краю особенно из реки кубань или кубанское водохранилище густера настолько жирная нам если честно мало чем по жирности уступает рыбцу цвет перенес глаза бьет даже не вижу куда забрасывать вот так получим еще хочу те рыбчик мой красавица холодает остываю что то есть кукурузку хорошая нехорошая не крупная если не сошло даже есть мелкая без разницы хорошая густера скушала кукурузу с опарышем опять же хорошая относительно я видел отчеты здесь в разы больше кто-то на червячок такой неплохой неплохой ух 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 как бьется ух ух нифига себе кто там вот это рыбчина ребят этот грамм на 600 как минимум смотрите вот это да не говорили что до килограмма влетает так клюну на червя с опарышем да для такого крючок этот нормального размера ребятки упаковался приоделся машине даже шапку нашел температура воздуха 3 градуса туман очень большая влажность все мокрое вот так вот он эти вся мокрая влажность бешеная оп 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 здесь рыбка да здесь рыбка какая-то не сильно крупная мелочь так попробую еще одну вещь удлиню поводок сейчас длина поводка у меня 30 сантиметров сделаю 60 вставлю вставочку на 30 длина поводка 30 и того будет 60 очень интересно рыбец подходит 3 общей сложности до поймал и все массово нету у сача ни одного пока на днях к эту сач задалбливал так крючок более легкий сейчас стоит поводок тот же 018 не особо вижу что нужно было тоньше делать рыбец друзья вру ребята я ее поймал впервые во я их поймал впервые знаю что на в этих водах водится так рыбка краснокнижная поэтому я ее отпускаю как она белоглазка да кажется сенец или белоглазка сенец или белоглазка в первый раз поймал никогда не ловил хотя знаю что в этих краях да и в самой кубани она есть вот не везло мне новую для себя рыбу наконец давно хотел ее поймать давно и никак не получалось не говорили что и ниже водохранилища в кубани нет нет попадается и а мне ни разу не попалась водохранилища это влетает мне ни разу не попалась но здесь где-то ночью регулярные гости вот пожалуйста первая ночная рыбалка рыбка есть ребята ставьте лайк за ночную рыбалку если наберет видео много лайков и хороших комментов еще будет ночные рыбалки перекус собой взял пекарни какой-то заезжал какую-то штуковину вкусную взял завтрак обед и ужин дюб-дюб-дюб-дюб слабенько а там сидит что там ни фига себе слабенько дюб-дюб-дюб-дюб и там что-то сидит ребята что-то хорошее сидит на это дюб-дюб на себе у мою еще больше ребят ребята грамм 600 это минимум нифига себе вот это монстр друзья поклевки дюб-дюб-дюб подсекаю сидит четко за нижнюю губу как карп красавец минимум 600 грамм друзья в этого взял на метелика это было что-то с чем-то дюб-дюб видать что-то с рыбой на вообще не активная клюет очень нежно вот реально думал маленькая густера там огромный рыбец четко за нижнюю губу посередине и как как карп на этот на волос жаль собой кашу не взял может было бы чуть-чуть пшена бы туда чтоб может быть его получше бы удерживала пробуем друзья пробуем экспериментирует поп-оп-оп что-то есть хорошенько вроде бы такое они все относительно не килограммовый рыбец опять белоглазка друзья сенец белоглазка кстати живот полный на прикормке сидит я хоть ее с вами рассмотрю ребят тоже смотрите нижний ротик у нее длинный анальный плавник и постоянно брыкается полный живот красивая рыбка нижний рот чем-то даже слегка на лещово похоже на губы меньше вытаскивается ее длинный анальный плавник красивая так ставлю 90 сантиметровый поводок кто там кто там ребятки туда хорошие кто-то усач друзья вот вспоминал я сегодня его вот вот он вот он усач видите раз такой грамм 300 он у нас не внесен в красную книгу его ловить можно вот друзья вот вспоминал я у него очень мощная губа смотрите вот тут вот толстая и она крючками очень толстая и на крючками очень тяжело пробивается если его ловить на монолеску это поверьте огромное извращение просто можно вообще не пробивать особенно если экземпляр уже грамм 600 могут сильно клевать но реализация будет маленькая мы как-то сашей ловили его и он по какому-то не тому понятному движению взял с собой катушки с монолеской так чтобы просечь усача еще ловили на крупные крючки на большие насадки чтобы просечь на монку усача саша делал подсечку и два шага в сторону это было весело смотреть я вам скажу ребята если вам усач понравился лайк есть что то есть это рыбка кто-то давит 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 хорошо ребята классно давит кто это у это он это он ленинградский почтальон охренеть офигеть во во монстряк говорят в дону такие только водятся как люди какая шахта это 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 пока показывают 90 сантиметров чуть чуть лучше результат то есть длинный поводок поклевки какие-то более агрессивные дальше посмотрим мало активная возможно это все дает класс красиво я сижу цвет туда падает ребята сидят цвет и вот такой штиль и по воде стелится туман очень красиво есть рыбка хороших тяжеленькая хухухухух хорошая рыбка кто-то 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 хорошую бористое да упористая рыбка кто-то кто-то кто он же ребят этот монстр заслуживает лайк согласитесь вот это красавец вот это вимба вот это рыбец это все это просто прелесть ребята ну что друзья класс половил просто класс рыбка есть ловится поклевки сидела сегодня очень очень осторожны лучше всего работал 90 сантиметровый поводок на него поклевки были более агрессивные и лучше засекалась вот такой улов шикарный просто офигительный рыбец небольшая густерка несколько усачей и несколько белоглазок просто было все класс до новых встреч друзья